Братья и сестры, я тоже всех приветствую. Если вы читаете или, быть может, смотрите передачи Леонида Парфенова или читаете его книги, у Леонида есть информационно-аналитический проект, который называется «Намедни». А если это программа или, быть может, книга, у него очень часто звучит следующее выражение. События, люди, явления, определившие образ жизни. То, без чего нас невозможно представить, еще труднее понять. Ну вот как автор, что делает этот человек, если это книга, она состоит из небольших статей, посвященных событиям того или иного года. И вот у него как-то получается очень интересно собрать вот из этих отдельных событий, собрать масштабную картину современной истории. Ну почему я вот об этом говорю с самого начала? У меня есть такое желание вместе с вами погрузиться в мир людей, которые писали и получали послание Нового Завета. Я уже говорил о том, что для того, чтобы лучше понять Священное Писание, необходимо понять мир, в котором жили его первые слушатели. То есть это является основополагающим для толкования Священного Писания. Ну вот мы еще с вами подойдем к обзорному изучению послания Нового Завета. А вот следующие несколько проповедей я бы хотел посвятить обстановке и окружению верующего человека того времени. И мы с вами сделаем это на замечательном примере вот из книги Откровения, а именно обращение к семи церквам. Дорогие друзья, если вы помните, вот самые первые стихи этой книги, книги Откровения, они вот сразу погружают нас с вами в такую вот атмосферу, вот того, как распространялось послание написано Иоанна. Я напомню один текст, друзья, это третий стих первой главы этой книги. Блажен читающий и слушающие слова пророчества этого и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. Обратите внимание, есть читающий и есть слушающие. То есть это послание было предназначено для чтения вслух во время богослужения церкви. То есть у нас есть один читающий и есть много слушающих. Ну вот сегодня мы с вами попробуем оказаться в зале одной из тех церквей, где книга Откровения должна была быть прочитана вслух. Итак, то, что ты видишь, напиши в книгу, и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию. Ну, Асия – это большая провинция Римской империи, а сегодня это часть Турции. Итак, благодаря посланию Иоанна, благодаря книге Откровения, вот эти вот семь городов провинции, Римской провинции, они были связаны в маршрут, которому исследовал посланник Иоанна, передавая вот этот вот список, свой свиток, свое откровение от общины к общине. И благодаря этому посланию, этим семи церквам, у нас есть возможность погрузиться в контекст аудитории Иоанна. То есть мы с вами попытаемся изучить вот местный контекст семи городов, о которых говорит, вот, к которым обращается апостол Иоанн. А контекст, который, я думаю, поможет вот рассказать нам о повседневном мире, ну, в какой-то, может, маленькой мере, расскажет нам о повседневном мире, с которым сталкивались первые христиане в каждом из этих мест. Ну и попутно мы с вами начнем понимать, как первые слушатели в этих городах могли воспринимать вот слова апостола Иоанна. Ну, в первую очередь мы будем говорить о семи городах, а не об откровении, друзья. Я хочу показать вам мир, в котором формировалась церковь. Итак, мы продолжаем изучение фона Нового Завета на примере письма апостола Иоанна к церкви города Ефес. Мы прочитаем вторую главу, первые семь стихов. Книга Откровения, вторая глава, первые семь стихов. Ангелу Ефесской церкви напиши. Так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных. И испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо дослышит, что дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Вы знаете, то, что написано во второй и третьей главах книги Откровения, обычно называют посланием или письмами к семи церквам. Я тоже именно так буду называть эти отрывки. Но это не совсем точно отражает форму и характер этих писем. Сами слова начинаются в такой манере, которая напоминает нам с вами пророчества, пророческие тексты Ветхого Завета. И вот только теперь вот так говорит Господь Ветхого Завета, оно изменилось. И мы теперь слышим с вами, так говорит держащий семь звезд в деснице своей. Ну вот немножко о городе Ефесе. Это был главный город вот той провинции, в которой находили все эти семь городов. Город с очень большим населением. Что вот немаловажно учитывать и понимать, и знать, друзья, что именно здесь, в городе Ефесе, вот находилось одно из семи чудес древнего мира. Это был храм, вот языческий храм, храм, простите, храм Дианы, как его знали римляне, или храм Артемиды, как его называли греки. То есть храм великой богини-матери. И вы знаете, вот дошли, вот сам храм не сохранился, но дошли вот какие-то описания, древние описания этого храма. Эти описания свидетельствуют и говорят о том, что это было очень величественное здание. Во-первых, это был очень высокий храм, очень-очень высокое здание. И крыша этого храма опиралась более чем на 100 колонн. И вот если сегодня нам с вами представить, ну, территорию или площадь, которую занимал этот храм, то очень легко это сделать. То есть вы можете представить себе футбольное поле, вот для американского футбола, то храм помещался на двух таких полях. То есть два футбольных поля, это был храм вот той богини Артемиды. Необычное великолепие украшений, которые создавали самые великие художники и мастера того времени. Со всего мира, вот тогдашнего мира, со всех концов мира, туристы и верующие приезжали и посмотреть на великий храм, либо поклониться, вот совершить поклонение этому культу Артемиды. А вы знаете, вот с другой стороны, вот слова, конечно, апостола Иоанна дают нам представление и о том, какой была церковь города Ефес. Вот чуть-чуть мы с вами начинаем представлять вот для себя, а что же это была за церковь. И вот я начну вот с проблем, которые по-особенному затрагивали жизнь церкви. Апостол Иоанн это отмечает, да, или Господь через апостола Иоанна обращает внимание. Да, это были лжеапостолы, это были николаиты. И, конечно, это была потеря вот первой любви. То есть вот перечисление главных трудностей жизни церкви. Лжеапостолы, николаиты и, может быть, как результат всего этого, друзья, о потере первой любви. Вы знаете, ответ, который поможет нам разобраться, он касается влияния, которое оказывалось на церковь. То есть вот даже если мы ничего не с вами не знаем о лжеапостолах и николаитах, мы можем представить себе, что давление, по крайней мере, приходило с двух сторон. Вот я немножко предположу, друзья, что это было влияние иудаизма с одной стороны и влияние язычества с другой стороны. Ну иудаизм, как вы знаете, это национальная религия евреев. Это религия Ветхого Завета. Вот религия Ветхого Завета без Иисуса Христа. И вот есть опять исторические доказательства того, что именно вот в городе Ефесии, вот куда пишет апостол Иоанн, существовала еврейская община. То есть иудаизм в Ефесии был очень сильен. Можете себе представить, друзья, что вот эта вот община, она была настолько велика, она была настолько сильна вот в городе, что даже влияла на гражданскую жизнь города. Вот, к примеру, если вы еврей, если вы жили в Ефесии, вот даже вот то, что вы еврей, вы уже обладали гарантированными привилегиями, включая право гражданства. Да, друзья, между язычниками и евреями в Ефесии была сильная вражда. Мы снова замечаем это на примере библейских текстов. Вот вспомните вот книгу Деяния апостолов, 19 главу, особенно мятеж вот в городе Ефесии. И вы помните, когда вот попытался выступить иудей, ему не разрешили сказать ни одного слова. Вот как только он вышел, все люди возмутились и начали на протяжении двух часов кричать, что велика Артемида Ефесская. То есть между иудеями-язычниками была вражда в этом городе. Однако, несмотря на эту вражду, евреи могли свободно практиковать свою веру. То есть римское государство обеспечивало безопасность общины евреев. Ну, к примеру, их не притесняли и не штрафовали за соблюдение субботы. Итак, есть некоторые основания для предположения о том, что еврейское население Ефеса, оно включало в себя группу граждан с гарантированными правами. То есть Рим, государство Рима поддерживало привилегии этой группы. Кроме того, между иудеями и язычниками существовало особое ожесточение. Вот фактор, который поможет нам с вами понять обстановку в будущей церкви. Вот давайте мы посмотрим опять библейский текст, который мы с вами прочитали. И вы увидите, как вот эта вот деталь, историческая деталь помогает понять слова Господа. Второй стих и шестой стих второй главы. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь носить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами. Они не таковы, и нашел, что они лжецы». То есть первый, да, вот библейский текст говорит нам о людях, которые назвали себя апостолы. Вот церковь их испытала и нашла, что они лжецы. Давайте будем их назвать лжеапостолы. А шестой стих «Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я ненавижу». То есть у церкви в городе Ефес была оппозиция. А с одной стороны были лжеапостолы, а с другой стороны были николаиты. И одни и другие, они были успешно отвергнуты церковью. Вот однако суть в том, друзья, что давление приходило на церковь, в церковь приходило с двух сторон. То есть с одной стороны это было, вот я предполагаю, друзья, давление языческого общества. Это были николаиты. Но с другой стороны было давление иудаизма. Это были лжеапостолы. То есть в городе имели влияние как иудеи, так и язычники, которые и стремились изменить жизнь церкви. Ну вот давайте мы себе представим, что вы еврей в городе Ефес, и вы обратились в христианство. Вы начали ходить в христианскую церковь, вы покаялись, и вы приняли крещение. Друзья, за это вас отлучили от синагоги. За это вас отлучили бы от синагоги. И как результат вы бы лишились гражданских прав. Это сила иудейской общины в городе Ефес. Но если вы язычник, язычество также имело сил. А вы знаете, друзья, вот римские императоры, не все римские императоры, они требовали поклонения в себе. И вот, знаете, и народ, и сами императоры в какой-то момент они поняли, да, друзья, что если римский император не требует поклонения себе, он остается очень слабым правителем. Ну вот таким правителем был Нерон. И поэтому более успешные римские императоры, вот те, которые становились сильными правителями, они требовали поклонения себе. Если предполагать, что вот книга Откровения, это последняя книга Нового Завета, которая была написана приблизительно в последние пять лет первого века, ну, может быть, с 95-го до 100-й год нашей эры, то вот в это время правил как раз-таки император Домициан, который требовал поклонения себе, как этого не делали другие императоры. То есть правление одного из императоров ознаменовало ухудшение положения церкви. То есть этот император навязывал свое поклонение с невиданной до этого строгостью. И в городе Ефес, вот кроме храма Артемиды, был основан храм и в его честь. Итак, у нас с вами растет опасность, с одной стороны, от иудейства, от иудаизма, и с другой стороны, у нас растет опасность вот этой языческой оппозиции. И вот эта вот и языческая иудейская оппозиция очень легко объясняет активность вот этих вот людей, которых называют лжеапостолы или николаиты. То есть николаиты – это давление стать похожими на язычников. Опасность со стороны иудейской общины объясняет активность лжеапостолов, давление оставаться иудеем. Итак, мы с вами предполагаем, что трудности времени вполне могли привлечь Ефес учителей как иудаизма, так и учения николаитов. И одни, и другие предлагали церкви заманчивое обоснование для полубиблейского образа жизни. Это побуждение заключить соглашение с языческим обществом. Но вы знаете, вообще вот в нашей жизни с того времени осталось нескольких таких выражений, которыми часто пользуются, вот в латинском языке. Вот есть такое выражение, не знаю, слышали, быть может, или нет, но вот «модус вивенди» – это выражение, которое обозначает временные мирные соглашения между конфликтующими сторонами. То есть временное мирное соглашение, которое потом переходит в постоянное соглашение. То есть и одни, и другие, николаиты и лжиапостолы, предлагали для церкви возможность совместного существования с языческим миром. Вот как мы с вами посмотрели, вот церковь в Ефесе, она успешно отвергла и одно, и другое. Однако, друзья, несмотря на то, что церковь испытала лжиапостолов, несмотря на то, что церковь ненавидит дела николаитов, вот эта вот активность оппозиции, она имела негативное влияние на церковь. Я снова предполагаю, друзья, имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. То есть вот эта вот деятельность даже учителей, вот этих вот обманщиков, вот этих вот проповедников полубиблейского образа жизни, друзья, она сказалась на жизни церкви. И как Писание говорит, вот потерялась первая любовь. То есть мы предполагаем, друзья, что церковь в какой-то мере поделилась. То есть в церкви произошло какое-то вот разделение, вызванное давлением, которое оказывалось на верующего человека. Ну вот, конечно, вот нелегко понять это выражение, да, первая любовь. И мы сразу спрашиваем, кому любовь, да, к Богу или к человеку. Ну, в принципе, вот как я думаю, друзья, все-таки не стоит разделять одно от другого. Любовь к Богу не может существовать без любви к человеку. И вот опять предполагаю, что вот эта вот оппозиция, друзья, или действие этой оппозиции, оно привело к тому, что вот в церкви появились разделения. То есть вот это вот давление, оно сказалось на церкви. И вот Господь отмечает, вот потерял первую любовь твою. Ну вот теперь, учитывая вот этот вот контекст, немножко контекст вот обстановки в церкви, друзья, давайте послушаем главного ущевания отрывка. Это седьмой стих второй главы. Имеющий ухо дослышит, что дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божьего. Друзья, вот предлагаю вам вот попытаться послушать это слухом вот людей, которые жили в городе Ефесии. Вот если сегодня мы с вами слышим вот эти слова, побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божья. Вот о чем они говорят нам с вами, вот для нас, друзья. Мы что-то начнем представлять. Это очень интересно, друзья, вот попытаться понять, а как понимали вот эти вот слова о древе жизни, да, друзья, о раю, как понимали слова вот именно язычники в городе Ефесии и иудеи, верующие иудеи. Итак, ситуация очень сложная, и сила язычества, она была велика в этом городе, на церковь. Для ободрения верующего человека, Иоанн предлагает вот эти вот слова Господа. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божья. Давайте начнем с древа жизни. Ну, это выражение, в первую очередь, вот нас с вами, я так предполагаю, друзья, оно переносит самую первую книгу Библии, не так ли? То есть вот древо жизни, мы сразу думаем об первых главах книги Бытие, где написано о том, что Господь насадил вот посреди рая дерево жизни. Там в раю было это дерево жизни. А и потом вот, когда мы читаем книги Ветхого Завета, вот эта вот идея деревьев, которые не вянут, не увядают, деревья, которые дают пищу и исцеление, они повторяются не один раз в книгах Ветхого Завета. Однако есть еще одна причина, почему именно вот эта вот идея Ветхого Завета, идея вот дерева жизни, применяется к городу Ефес. В языческом культе поклонения Артемиды имелся аналог дереву жизни. Вначале я сказал вот об этом храме Артемиды, который был очень привлекательным местом, очень большим местом, который был даже частью города Ефес. Вот интересно, что вот само святилище, вот этого вот храма, само святилище когда-то, оно началось именно от дерева. Это вот огромный культ поклонения Артемиды, да, вот этот вот храм, да, и была целая череда этих храмов, которые строились, возводились, вот когда-то он начался именно от дерева. И так именно дерево было центральным элементом всей череды последующих храмов Артемиды. А вот теперь послушайте вопрос, друзья, были ли в то время средства массовой информации? Были ли в то время средства массовой информации? Друзья, если были в то время средства массовой информации, то что это было? Ну если не было интернета, не было газет, не было радио, что это было? Вы знаете, друзья, это были монеты. Это были монеты, как средства массовой информации. Именно монеты в то время были средства массовой информации. То есть через монеты распространялись сообщения огромным аудиториям. Но вот сегодня находят эти монеты, друзья, и на некоторых монетах того времени финиковая пальма, именно дерево, оно было символом поклонения Артемиды. Это богиня природы, богиня плодородия. Таким образом, вот в сознании тех людей, которые сидели в рядах церкви города Ефеса, слушали о дереве жизни посреди рая Божья. То есть я предполагаю, что в сознании этих людей выражение древа жизни, оно было наполнено смыслом и библейским смыслом, друзья, и языческим смыслом. То есть как язычники они могли думать, что дерево это символ божественной жизни, дерево как посредник между божественной и человеческой природой. В культе Артемиды изображение дерева, оно было тесно связано с присутствием богини в храме. То есть другими словами, дерево, которое когда-то перенесли из другого места, и это дерево в Ефесе стало первоначальным местом святилища, то есть своего образа, фокус религиозного интереса. Конечно, тебе интересно подумать, что имел в виду Иоанн, когда он писал о дереве жизни, друзья, что он имел в виду. Я предполагаю, друзья, что в сознании апостола символ дерева, и не только апостола, но и многих библейских авторов Нового Завета символ дерева, скорее всего, ассоциировался с крестом Господа Иисуса Христа. Для язычников это было начало поклонения Артемида, священное дерево, связь между божественным и человеческим. Когда апостол Иоанн говорит слово дерево, он имеет в виду крест Господа Иисуса Христа. Вот несколько доказательств, друзья, почему, а вы знаете, вот в языке этого времени слово дерево, именно просто слово дерево, оно очень часто применялось к орудию наказания. Мы даже можем заметить это священное описание, друзья, но если хотите отметить для себя, просто как для информации, вот библейский текст, это книга Деяния апостолов, 16-24. Послушайте, что здесь написано, получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу, и ноги их забил в колоду. Вот это вот слово колода очень интересное, да, вот Библия, которую я читаю на английском языке, у меня там есть ссылка. Ссылка, которая говорит о том, что колода, вот буквально, если бы мы читали с вами язык оригинала, там написано дерево. То есть одно из доказательств того, что просто слово дерево относилось к орудию казни, посмотрите еще несколько доказательств. Апостол Петр дважды говорит, ну, несколько раз говорит проповедь в книге Деяния апостолов, но дважды в своей проповеди он говорит о том, что Христос был казнен на дереве. Вот библейские тексты, книга Деяния апостолов, 5 глава, 30 стих. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на дереве. А его проповедь в доме Корнилия, мы свидетели всего, что он сделал в стране Иудейской, в Иерусалиме, и что, наконец, его убили, повесив на дереве. То есть апостол Петр вот просто говорит о том, что Христа казнили на дереве. Имеется в виду орудие казни, крест. Здесь можно вспомнить апостола Павла, который тоже в проповеди своей говорит, что Христа сняли с дерева. Это его проповедь в городе Антиохия, книга Деяния апостолов, 13 глава. И, конечно, один из самых важных библейских текстов, который связывает дерево и крест Христа, друзья, но сначала он находится в книгах Ветхого Завета. Это книга Второзакония, 21 глава, 22 стих. Если в ком найдется преступление достойно смерти, и он будет умершлен, ты повесишь его на дереве. Апостол Павел в послании Галатам объясняет о книгу Второзакония и говорит о том, что Христос искупил нас от клятвы закона или от проклятия закона, сделавшись за нас клятву, ибо написано проклят, всяк, висящий на дереве. Итак, друзья, дерево, дерево жизни, оно фактически, я предполагаю, в разуме апостола Иоанна, в том, что он хотел передать, сказать, оно фактически приравнивается ко кресту. И мы, друзья, понимаем, вот видим, что вот именно слово дерево использовалось ранними христианами именно в этом смысле. То есть говорили о дереве, они думали о кресте. И вот в нашем тексте, друзья, куда помещается дерево жизни? В середину рая Божья. Дерево жизни находится в середине рая Божьего. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое в середине рая Божьего. Вы знаете, если читать дальше книгу Откровения, что находится в середине рая Божьего? Там есть агнец, как будто бы заклонный. Посмотрите, я взглянул и вот посреди престола четырех животных, посреди старцев стоял агнец, как бы заклонный. То есть вот в видении Иоанна Христос, заклонный, находится в центре вот этого рая Божьего. Вы знаете, тема жертвенной смерти Христа занимает важное место во всей этой книге. И вот его спасение и спасение от греха, то есть оно противопоставляется спасению, которое обещает языческое поклонение. Но если помните, друзья, вот в самой последней главе, дерево жизни, оно тоже помещено в Новый Иерусалим. То есть в Новом Иерусалиме будет тоже дерево жизни. И вот мы с вами сравниваем, как вот читатели Библии, вот сразу сравниваем первую книгу Библии, последнюю книгу Библии, да, друзья, первые главы книги Библии и последние главы книги Библии. И понимаем, что вот в этом Новом Иерусалиме, о котором говорит книга Откровения, отменяется наказание Эдема. То есть вот это вот наказание Эдема, проклятие Эдема, оно отменяется. Вот непослушание Адама, оно лишило его доступа вот к этому дереву жизни, не так ли? И положило начало проклятию. А помните тоже вот эту основную мысль из книги Откровения, что в Новом Иерусалиме проклятия не будет. То есть в Новом Иерусалиме проклятия не будет. Вот мы с вами смотрим на Священное Писание, на вот этот вот, знаете, как аккорд, да, друзья, один законченный аккорд, что проклятие Эдема в Новом Иерусалиме, оно все-таки прекращается. И мы с вами рассуждаем о городах, как мы жители Ефеса того времени, да, друзья, и понимаем, что для города, в котором крест, древо жизни – это средство спасения, не будет проклятия греха. В городе, где крест, дерево жизни – это средство спасения, там уже не будет проклятия греха. Ну, представьте себе, мы с вами живем в Ефесе, мы видим, постоянно видим людей, это туристы, поклонники, которые тянутся к святому дереву храма Артемиды. Это дерево отпечатано на монетах, которыми мы с вами пользуемся, то есть идея очень популярная. И вот в контексте происходящего вокруг нас Иоанн открывает нам другой город. Иоанн показывает нам другой город, он говорит, что «я увидел другой город». Вот еще интересные слова его, друзья. «Друзья, храма я не видел» – это вот предпоследняя голова книги «Откровения». «Храма я не видел в нем в Иерусалиме, ибо Господь Бог Вседержитель, и храм его агнец». Вот, пожалуйста, послушайте, друзья, вот слухом евреев, которые были в церкви. То есть вот Иоанн говорит, что «храма я его не видел». Вот если вы иудеи, ваше сердце тесно связано с книгами Ветхого Завета, вы теперь понимаете, друзья, что это говорит о том, что жертвенная система земного Иерусалима, ее уже не будет в небесном городе. А если вы язычник, да, друзья, если вы живете в обществе, где храмы имеют огромную силу, где в храмах поклоняются императору, где в храмах прославляется вот культ империи, ну и всего остального, друзья, и в Ефесе было два больших храма, эти слова говорят вам «посмотрите, сколько поделок вокруг нас! Посмотрите, сколько поделок вокруг нас!» То есть нужно увидеть другой город. Вы знаете, он как бы предупреждает вот жителей Ефеса, ну не сделать ошибку, не ошибитесь в том, где принадлежит ваша верность, кому принадлежит ваша верность, какому городу принадлежит ваша верность. Это небесный Иерусалим, или, быть может, город Ефес, где есть два великих храма. Вы знаете, друзья, вот немножко о языческих храмах. Языческие храмы того времени не нужно вот недооценивать. Сегодня в большинстве, может быть, это музеи, да, друзья? Нужно недооценивать, что вот языческие храмы того времени были очень-очень большим делом. Очень-очень большим делом. А некоторые языческие святилища, они даже считались неприкосновенными. Знаете, в каком смысле? Ну, к примеру, человек в опасности мог просить защиты в языческих храмах. Если человек находился в опасности, он мог просить защиты в языческих храмах. Иногда люди жили в храмах по несколько лет, вот скрываясь от какой-то опасности. Вот представьте себе, что в городе Ефес участок убежища Артемида, ну, именно так называлось, убежище Артемиды, занимал и часть города. Несколько кварталов города. То есть несколько кварталов города, в городе Ефес, они считались неприкосновенными. Это была часть священной территории храма. И вот там скрывались люди, ну, в основном скрывались преступники. И вот, знаете, вот если в то время говорили об храме Артемиды, о нем в первую очередь он был известен как место убежища, убежище для преступников. И поэтому перед нами, знаете, картина не просто храма Артемида, уже больше, это священная территория, отмеченная священным деревом. И вы знаете, вот что вот говорят, вот авторы того времени, об убежище Артемида, что произошло в этом городе. Произошло вот обратное, друзья. Самые близкие кварталы вокруг храма, они стали заполняться преступниками. Самые близкие кварталы вокруг храма заполнялись преступниками. А сам храм, он становился штаб-квартирой организованной преступности. И некоторые римские императоры, им даже приходилось, ну, как-то употреблять силу, да, чтобы навести именно там порядок, чтобы люди не злоупотребляли этим. А знаете, еще одно выражение, которое было хорошо знакомо для жителей Ефеса, это выражение «рай Божий». Это все тот же седьмой стих, друзья. Побеждающему дам вкушать вот древо жизни, которое посреди рая Божия. Вот вы знаете, почему было знакомо выражение «рай Божий»? Для городов того времени, ну, было обычно находиться под влиянием каких-то империй, да, это сразу несколько... Чередовались, да, вот эти вот влияния. И потом, даже если менялись империи, вот какие-то детали, вот влияние все-таки оставались. И особенно, наверное, в языке. Долгое время, друзья, вот территория Малой Азии находилась под влиянием персов. А вот в языке персов очень-очень было распространено вот это вот слово «рай». Очень часто пользовались этим словом. Знаете, в каком контексте, в каком смысле? Вот слово «рай», оно обозначало огражденный сад. Особенно царский парк называли «рай». То есть, если во дворце царя был парк, этот парк называли «рай». Знаете, почему? Потому что он был усажен фруктовыми деревьями, он регулярно, постоянно, очень точно размечался и часто пополнялся животными. То есть, в этих садах все было очень красиво и очень точно измерено. И вот снова вот в языческом понимании представление о царском парке, в котором гулял царь, оно легко переходит в представление о священном огражденном месте, в глубине которого присутствовало божество. Для чего я это говорю, друзья? Я думаю, что вот для христианина в Ефесе вот эти вот мысли, они говорили о знакомой реальности. Будь то дерево жизни или рай Божий. Вот эти вот вещи, они говорили о знакомой реальности, которая окружала их. Только теперь вот всему видимому, популярному и всему почитаемому противопоставляется вечный город. Вот что делает апостол Иоанн. Вы знаете, вот эти вот слова Иоанна, это, конечно, контраст к тому, что предлагал языческий культ города. А в центре меняющейся истории города была власть храма Артемиды. Сам храм был отмечен неподвижной точкой древнего дерева святилища. Этот храм становился местом спасения для просителей. Убежище Артемиды – это обнесенное пограничной стеной. Но это спасение для преступника разрушало город. Спасение для преступника разрушало город. То есть для жителей Ефеса было понятно обетование о другом городе. Вот город-святилище, который погружен в славу Бога. Не войдет в него ничто нечистое и никто преданной мерзости. То есть вы живете в Ефесе, и вот это убежище Артемиды, где только преступники. Иоанн говорит о другом городе, говорит, что в него не войдет ничего нечистое, никто преданной мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. А интересно, друзья, что вот в обращении к церкви города Ефес есть или подчеркивается вот тема покаяния. Церковь, которая потеряла первую любовь, вот Господь говорит, она нуждается в покаянии. «Имея против тебя то, что ты оставил первую любовь твою, помни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. Если не так, то скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места, его если не покаешься». То есть, вы знаете, вот когда мы читаем священное Писание, вот Иоанн говорит о том, что есть спасение креста для верующего человека. И спасение креста, оно предназначается для раскаившегося грешника. Но вы живете в другом мире, да, друзья, и вы видите, то есть, это отличается от Артемида, спасение Артемиды, которое преступнику дает иммунитет, чтобы продолжать жить в своих грехах, в своих преступлениях. А вот, знаете, вот если мы читаем книгу Откровения, вот неоднократно говорится о храме, и вот храм в книге Откровения, это всегда внутреннее святилище и место обитания Бога. А вот тем не менее, друзья, мы неоднократно встречаем понятие какой-то внешней ограды. Вот вспомните книгу Откровения, да, вот постоянно есть какая-то ограда, да, будь то город, да, который окружен стенами, если это вечный Иерусалим. На самом деле, вот эта вот мысль, она имеет очень широкий и глубокий корень в библейском мире. Друзья, давайте вспомним, каким словом Священное Писание называет иногда неверующих человек, неверующих людей. Священное Писание иногда неверующих называет внешне. То есть мы с вами говорим о рай Божьем, да, особое место, которое, границы какие-то есть этого места, друзья. И мы читаем Священное Писание, да, которое называет неверующих людей внешне. Вот несколько примеров. Это слова Господа. Вам дано знать тайн Царства Божьи, а тем внешним, он имеет в виду неверующих, а все бывает в притчах. Слова апостола Павла, что мне судить и внешних, не внутренних ли судите вы? А слова апостола Павла, со внешними обходитесь благоразумно, умеет в виду неверующих людей. Люди, которые не верят, называются в Священном Писании внешние. Чтобы вы поступали благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались. Очень интересное вот обетование, друзья, вот в одной из церквей Господь говорит, побеждающему сделаю, побеждающего сделаю столпом в Храме Бога. И вот, друзья, смотрите, он уже не выйдет вон. То есть это обетование, вот Нового Иерусалима, уже не выйдет вон. То есть он не будет уже внешним. Когда мы читаем с вами послание к евреям, есть прекрасное понятие, друзья, защита за завесой. Помните, апостол Иоанн говорит, это надежда. Она входит вот туда, внутренне, за завесу. Защита за завесой. То есть неоднократно в Священном Писании показываются нам с вами какие-то границы, друзья, за которыми есть внешнее и есть внутреннее. То есть мы с вами имеем это благословение быть внутри. Итак, среди всех этих языческих идей мы начинаем понимать послание апостола Иоанна. А христианин в Ефесе находит убежище в присутствии Христа, умершего на древе. И спасение возможно получить только там. Только для раскаившегося грешника возможно принятие в гражданство Царства Небесного. Последнее, на что обращаю ваше внимание, это Ефес как город-перемен. Ну, между прочим, в то время, если люди что-то знали о Ефесе, кроме, ну, там, храма Артемиды, еще о Ефесе говорили, назвали его город-перемен. На протяжении всего существования этого города, вот процветание города, это был очень процветающий город, торговый город, он находился на берегу. То есть, очень много людей, путешественники приезжали в этот город, торговцы приезжали в этот город. Можете представить, что процветание этого города, оно постоянно находилось под угрозой. Знаете, чего? А потому что гавань, она постоянно заливалась грязью. То есть, море уходило все дальше и дальше и дальше. А Ефес называли городом постоянных перемен. То есть, город постоянно двигался. Город постоянно находился, вы знаете, вот этой вот опасности перед грязью, которая заливала город. Если я не ошибаюсь, но вот сегодня вот эти раскопки этого города есть, города Ефес в Турции есть, и вот линия берега, да, или сам залив, он уже находится на расстоянии около трех миль. То есть, сегодня это три мили уже от берега. То есть, так далеко ушло море, и все было, оно заливалось грязью. Я к чему это говорю, друзья? Вы знаете, вот когда, если хотя бы учитывать эти маленькие идеи, вот опять предупреждение Господа, да, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела твои. Если не так скоро приду к тебе, я сдвину светильник твой с места его. То есть, город постоянных перемен, город, который постоянно двигался. И мы вновь вот слушаем слова Господа, вот слухом тех людей, и понимаем, что Господь предупреждает о опасности. В чем же опасность для церкви города Ефеса и как следствие для всего города? Опасность в том, что если церковь не покается, друзья, то снова окажется под мертвящей властью храма Артемиды. То есть, если что-то не произойдет церковью, даже вот сам город, он окажется под мертвящей властью этого храма Артемиды. И нарушить этот ход событий может глубокое обновление и покаяние церкви. То есть, если не будет обновления и покаяния, храм Артемиды будет иметь господство. Это очень интересно, друзья. Вы знаете, вот обычно, когда там сравнивают человека и природу, говорят, что вот посмотрите, вот как быстротечная жизнь человека, контраст к постоянству природы. Вот здесь наоборот, друзья, здесь получается, что именно выбор человека на фоне вот того, что постоянно меняется в природе, он был решающим. То есть, если церковь не обратится, не обновится и не покается, да, друзья, а вот этого обновления не произойдет, и вот культ Артемиды, он завладеет не только церковью, но и всем городом. Ну, друзья, я уже заканчиваю. Посмотрите, как книга Откровения, она ведет своего читателя. Вот, ну, это представить очень интересно, я думаю, очень-очень полезно. Вот по мере того, как мы переходим с вами от начала книги к концу книги, да, вот если вторая глава – это только начало, да, и мы вот читаем о неподвижной точке дерева вот в храме Артемиды, да, если вот знали это жители города Ефесы. А конец книги, друзья, это уже дерево жизни, огражденное стенами вечного города. То есть, вот как ведет своего читателя книга Откровения от того, что окружает нас с вами, а к тому, что очень важно увидеть, о чем очень важно знать. Поэтому я предполагаю, простите, что первоначальные читатели, знакомые с некоторыми аспектами языческого фона, они с невозможной для нас непосредственностью оценили силу слов апостола. То есть, для них эти слова были очень сильными. Для них это было очень близко, потому что то, о чем говорил апостол, оно окружало их. Мы пытаемся представить себе жизнь церкви того времени, друзья. Вот несколько выводов. А перед общиной в городе Ефес стоит сразу несколько вопросов, которые должны вызвать ответ. То есть, они должны были ответить. Соперничащие пророки, учители, мы говорили, это лжеапостолы, николаиты, они разрушали свидетельства церкви, напряженность в отношениях с синагогой и, конечно, растущая подозрительность и враждебность языческого мира. Помимо этих вопросов, большинство верующих людей в церкви, конечно, были озабочены и более обыденными делами, такими как обеспечение семьи, ведение бизнеса, если вы бизнесмен, борьба с сомнениями в своей жизни. Что же делает с нами Иоанн? Что же делает апостол Иоанн? Вот что делает с людьми того времени вот то откровение, которое он пишет? Мы призваны, друзья, наши насущные вопросы, какими бы они ни были, рассматривать на фоне более значительного, всеобъемлющего кризиса, который уже маячит на горизонте. Апостол Иоанн предупреждает и говорит, что вот-вот на горизонте есть кризис, который грозит всему человечеству и каждому человеку. Для верующих Ефеса важно было понять, что главную угрозу вот их жизни, их вере представляет не общество. Кризис не заключается в политическом или экономическом крахе империи или страны. Критический вызов, которому необходимо уделить внимание, прежде всего, друзья, это грядущее посещение Бога. Это пришествие Мессии. Прочитаю библейский текст, друзья, мы будем молиться. Это самые первые слова этой книги. Первая глава, 4-8 стих. «Иоанн в семи церквам, находящимся в Аси. Благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет. Это семи духов, находящихся пред престолом Его. Это Иисуса Христа, Который есть Светель Верный, первенец из мертвых, владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас, омывшему нас от грехов наших, кровью своей, соделавшему нас царями, священниками, Богу Отцу Своему, слава и держава в веки веков». Вот слова. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все премена земные. Ей аминь. Я есим альфа и омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет». Вот о чем мы с вами должны больше всего беспокоиться, братья и сестры, о Господе, Который грядет. Это благословит нас с вами. Аминь. Приглашаю вас к молитву, желание помолиться, пожалуйста, помолитесь.